друзья всем добрый день сегодня из столицы земли северной рейн-вестфалии из города дюссельдорф вы уже знаете мой топ 10 по кельну точнее топ 11 а сегодня я представлю мой топ 11 по дюссельдорфу я расскажу вам как лучше построить маршрут когда вы приедете самостоятельно чтобы погулять по столице северной рейн-вестфалии эта прогулка рассчитана примерно на 3-4 часа но если вы конечно же засидитесь какой-то гастрономии пиво вам будет очень вкусным и кофе пауза затянется то прогулка может продолжаться и дольше этого времени почему собственно говоря я гид по кельну решила показать вам топ по дюссельдорфу да потому что я являюсь гидом по всей рейнландии кельн дюссельдорф ахенбон долина рейна долина мозель долина ар в общем приезжайте на экскурсию чтобы ее заказать смотрите реквизиты ниже под этим видео не будем затягивать пункт номер один конечно первым делом нужно прогуляться по старому городу как говорят немцы альтштадт что посмотреть в старом городе сейчас вам покажу старый город в дюссельдорфе не очень большой с левой стороны церковь святого ламбертия прямо перед нами то что осталось от старой крепости от старого замка замковая башня мальчишки-акробаты символ дюссельдорфа и памятник основания городу обязательно подойдите к памятнику основания дюссельдорфа вот он за моей спиной на заднем фоне церковь святого ламбертия главная церковь города и река рядышком здесь которая дала название городу дюссельдорф а вот она и речушка которая дала название городу дюссельдорф дурф деревня на реке дюссель по дороге обязательно загляните к портняшке виболю на счастье ему нужно потереть коленки руки нос и бороду и обязательно найти мышку итак пункт 1 побродить по улочкам старого города мы с вами исполнили переходим к пункту номер 2 вторым пунктом я рекомендую вам попробовать местное пиво темное дюссельдорфское верхового брожения под названием альт например здесь в одной из самых старых пивных города под названием уриги попробовали пиво перейдите на другую сторону дороги в соседний дом и попробуйте знаменитая крепкая травяной ликер под названием кили пич это и будет нашим вторым пунктом пункт 3 очень рекомендую заглянуть вам на местный рынок на площади карл плац открыт он каждый день кроме воскресенья прогуляйтесь посмотрите на бойкую торговлю кстати здесь очень хорошо можно перекусить пункт номер 4 обязательно провести время на набережной на набережной очень много кафешек можно просто попить кофе выпить бокал вина или же просто посидеть на ступеньках и насладиться видом величавого рейна стоя на набережной вы сами поймете что будет пунктом номер 5 по набережной нужно пройти еще немножечко дальше от старого города который находится сейчас за моей спиной и отправиться в бывший порт который сейчас называется медийный порт посмотреть на современную архитектуру и 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 города до бывшего большого порта идти не так долго спокойным шагом где-то минут 15 но это поверьте стоит того посмотрите какая любопытная современная архитектура за моей спиной дома знаменитого архитектора о гири ну и вообще здесь есть на что посмотреть надеюсь я убедила вас что до порта стоит обязательно прогуляться кроме того здесь есть еще один пункт который нужно исполнить пункт номер 6 это подъем на теле башню да да на эту телебашню можно подняться быстрый лифт поднимет вас стремительно наверх и сверху вы полюбуетесь на дюссельдорф вид сверху обалденный но если видимость хорошая то даже можно увидеть бинго кельнский собор вы знаете что говорят местные они говорят хорошо что у нас здесь всегда такая легкая туманная дымка и собора нам не видать вот она снова реальность кельнская дюссельдорфская и вечные эти споры из медийной гавани мы отправимся с вами обратно но не в старый город мы пойдем с вами по направлению современного музея к 21 зачем я расскажу вам уже на месте и так следующим пунктом я предлагаю вам сходить в музей современного искусства который находится за моей спиной в дюссельдорфе много интересных музеев это город самый большой художественной академии здесь много галерей и музеи все достойны но почему я предлагаю вам зайти именно в этот музей в к 21 ну во первых конечно нужно познакомиться с современным искусством и даже если вы его не очень жалуете здесь есть очень интересная инсталляция итальянца томаса сарацена она находится внутри под куполом эта сетка металлическая натянутая на высоте 25 метров сетка прозрачная вы забираетесь на нее и испытываете свои нервишки по мне очень любопытный опыт так что берите на заметку пункт номер 7 посещение музея следующий пункт это конечно же знаменитая королевская аллея кёнигс аллея любя дюссельдорфцы ее называют просто кё приходит сюда себя показать на других посмотреть и вам очень советую прогуляться по этой модной улице даже если вы не пойдете сразу же в какой-то один из дорогих бутиков чтобы купить себе тиффани или луи виттоне или ирме или что тут только не продается но все равно погулять и посмотреть очень даже любопытно итак мы уже очень много с вами посмотрели и следующим пунктом номер 9 давайте-ка присядем в кафе и не в какую-нибудь а в историческую и очень знаменитую кондитерскую под названием хайне ман здесь можно съесть тортики кстати не только здесь можно и покушать но если вы сладкоежки то это место вам очень понравится кусочек торта кофе или чай или что-то покрепче но это уже вы выберете сами подкрепились и можно отправляться к десятому пункту нашего хит-парада это знаменитое здание даниэля либо скинда она уже за моей спиной но смотреть на него лучше с другой стороны пойдемте здание либо скинда это очень интересная постройка благодаря ему продлили королевскую аллею она стала длиннее она завернула и теперь королевская аллея у нее есть так называемый кёбоген поворот королевской аллеи и завершается он этим прекрасным современным зданием здание даниэля либо скинда граничит с очень симпатичным парком парк и будет нашим последним 11 пунктом почему я рекомендую вам сюда заглянуть сейчас сами увидите давным-давно это была окраина дюссельдорфа а сейчас это прекрасный сквер в районе старого города так что одиннадцатым пунктом обязательно придите прогуляйтесь по этому красивому зеленому скверу а посмотрите сколько здесь живностей утки-лебеди гуси лебеди белые лебеди черные люди приходят покормить этих птичек ну и просто посозерцать это был мой топ 11 по дюссельдорфу кстати вы помните что есть топ 11 по кёльну если вы еще не смотрели это видео заглядывайте и посмотрите и его на сегодня все оставайтесь со мной подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы ничего не пропускать